Музыка Сначала я начал излагать вам меры, принятые Минюстом США и его иностранными партнерами по наказанию России и видных россиян за полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся 24 февраля прошлого года. Сейчас я закончу эту тему. Минюст США вместе со своими иностранными партнерами принимал меры по срыву российских попыток 1. Использовать американские телефонные приложения для выявления позиций украинских военных 2. Провести распределенные атаки типа отказ в обслуживании на украинскую инфраструктуру 3. Взломать аккаунты, которыми пользуются украинские войска 4. Помещать дезинформацию по поводу вторжения 4. Была сформирована группа по ответственности за военные преступления, в которую вошли прокуроры, специализирующиеся по делам о нарушении прав человека и получившие титул старших специалистов по этим преступлениям. 5. Несколько месяцев назад в США была создана межведомственная рабочая группа «Клапто Кепчер», 6. Которой было поручено следить за соблюдением украинских «санкций», экспортных ограничений и экономических контрмер, введенных Вашингтоном в ответ на вторжение России в Украину. 7. Информационную поддержку ей оказывает другая межведомственная рабочая группа под названием «Российские элиты», их уполномоченные «Парксис» и «Олигархи», которая собирает о них информацию и делится ею с иностранными коллегами, а также принимает конкретные меры против этой троицы, включающие санкции, заморозку активов, конфискации и уголовные преследования. Другой пресс-релиз, выпущенный Миньюстом в первую годовщину вторжения, сообщает о привлечении к суду 47-летнего москвича Ильи Балакаева за целый букет преступлений, прежде всего за незаконный вывоз в Россию приборов, которые используют ФСБ для контрразведывательных операций против Америки. Кроме того, Балакаев обвиняется в незаконном вывозе в Россию газодетектора и сопутствующего софта, предназначенного для Северной Кореи, которую представлял первый секретарь ее посольства в Москве. В тот же день американский Минторг лишил экспортных привилегий как самого Балакаева, так и его компанию «Радиотестер». Пока на 180 дней, но с перспективой продления. Если верить обвинительному заключению, с 2017 года по настоящий момент Балакаев имел контракт с подразделением ФСБ, отвечающим за безопасность правительственной связи и криптографическую поддержку. В его обязанности входила починка спектра анализаторов и генераторов сигналов, применяемых в разведывательной аппаратуре и для передачи секретных сообщений. Поскольку в России эти приборы труднодоступны, Балакаев якобы завел в США сеть людей, готовых помочь ему в их приобретении. Затем он якобы контрабандой вывозил их в Россию. Теоретически Балакаеву, который объявлен в розыск, грозят до 75 лет лишения свободы. Третий пресс-релиз, появившийся в ту пятницу, сообщает о том, что Манхэттенская федеральная прокуратура ходатайствовала перед судом Южного округа Нью-Йорка конфискацией шести объектов недвижимости, купленных в США олигархом Виктором Виксельбергом. Недвижимость была приобретена еще до того, как на олигарха были наложены санкции и оценивается в 75 миллионов долларов. Прокуратура утверждает, что расходы на содержание недвижимости, купленные олигархом между 2008 и 2017 годом через ряд подставных компаний, оплачивались в нарушение санкций его другом и доверенным лицом Владимиром Воронченко, который был заочно привлечен к суду 7 февраля, еще 13 мая прошлого года федералы вручили Воронченко на Фишер-Айленде во Флориде повестку, согласно которой он должен был явиться в большое жюри присяжных для дачи показаний и предоставить ему кое-какие документы. В большое жюри россиянин так и не явился. Девять дней спустя он сел в Майами в самолет и отправился в Дубай. Оттуда рванул в Москву и в США больше не возвращался. Владимир Козловский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин